Привет, с вами Sawyer и сегодня разговариваем про стековую канарейку. Это такой зверь, который защищает стек от атаки, которая называется переполнение буфера на стеке. Это довольно старая штука, еще в нулевые появились первые канарейки. И я рассказываю о ней, потому что действительно важно понимать, как работает стек, что такое memory layout процесса, как вообще работает атака на стек. И это позволит вам лучше разобраться с низким уровнем, с кодом, который существует на низком уровне x86 архитектуры. Естественно, вещи, которые буду говорить, они довольно сложные. Не каждый может их сходу понять, поэтому смело спрашивайте в комментариях, что непонятное. Ну и как минимум гуглите информацию по этой теме. Рассказать емко и полно, скорее всего, не получится, потому что подготовка у зрителя разная. Ну и на самом деле не надо прямо быть особым гуру, чтобы догадаться, что далеко не все и заинтересованы в получении этой информации. Поэтому будем потихонечку двигаться от теории к практике. И я покажу и как выглядит канарейка, как ее узнавать в коде и почему, собственно говоря, стали появляться первые канарейки. Начнем с теории. Я сделал несколько небольших схем. Они достаточно примитивные. И сразу скажу, что я в основном отталкивался от линукса. И если где-то допускаю ошибку, это потому что в macOS или Windows, например, memory layout может быть организован немножко иначе. Но тем не менее, это так или иначе все равно будет соответствовать общей идее атаки на буферы, размещенные на стеке. Начнем с того, что первая схема это схематично показанный memory layout. И здесь словом high обозначены старшие адреса, low младшие адреса. У нас идет в памяти, когда мы запускаем программу, она размещается в памяти и несколько сегментов создается. Это kernel space, это специфичные для ядра вещи. Дальше идет область под stack, область под heap, под кучу. Дальше идет сегмент, который я называл data, но здесь разные специфичные сегменты, связанные с данными находятся. Я просто не хочу рассматривать их в рамках этого видео. Ну и дальше сегмент текста, где непосредственно размещены инструкции, выполняемые процессором. То есть ваш код, сама программа, она размещена в сегменте text. И вот атака, как несложно догадаться, на stack выполняется вот в этом месте. Здесь нужно понимать, что stack может быть организован по-разному, но вот в интеловской архитектуре идея заключается в том, что stack размещается от старших адресов к младшим. Первым делом, когда мы выполняем функции нашей программы, а мы всегда выполняем какие-то функции, мы, заходя в функцию, сохраняем адрес возврата. То есть после того, как функция будет выполнена, нам нужно вернуться к тому месту, откуда она была вызвана. Для этого нам необходимо заполнить адрес возврата. Ну а дальше, в соответствии со спецификациями, идут наши локальные переменные, которые размещаются на stack. И вот проблема в том, что если у нас язык с прямым доступом к памяти, такой, например, как C, то есть очень низкоуровневый язык, то в нем есть функции, которые не контролируют размеры некоторых переменных, ну в частности строковых буферов. И здесь возникает проблема, что если мы сюда запишем какое-то большое по размеру предложение, строчку, то в связи с тем, что stack растет вниз, а индексы буфера растут вверх, то мы, записав больше, чем выделено место, мы начнем переписывать вот этот адрес возврата. И это идея вот этого метода, что мы переписываем адрес возврата, и тем самым можем вернуться не в то место, куда мы попали в функцию, а в любое другое место программы, в том числе и в то место, куда у нас может не быть прав для попадания. Ну то есть, грубо говоря, мы ввели неверный пароль и должны попасть в функцию, которая говорит о том, что у нас нет прав, а мы подменили адрес с помощью атаки и вернулись в функцию, которая нам наоборот гарантует нужные права. И вот в этом идея. Идея защиты достаточно простая. Вот все тот же stack, вот функция возврата и вот наша канарейка. Канарейка это просто уникальная какая-то запись, которая записывается между адресом возврата и локальными переменными на stack. И в конце, когда мы выходим из функции, мы проверяем, что канарейка не изменилась. Защита заключается в том, что злоумышленнику неизвестно содержимое канарейки, оно для каждого процесса генерируется случайным образом, поэтому он не может переписать на какое-то одно и то же значение. То есть, грубо говоря, он не знает, каким образом выглядит канарейка, тем самым не может при переполнении буфера ее сохранить в неизменном видео. Если он будет переписывать буфер с младших адресов к старшим, он так или иначе затрет канарейку и программа это обнаружит. Более того, вот эти локальные переменные, когда они используют защиту с канарейкой, они еще реорганизуются таким образом, чтобы буферы лежали перед всеми переменными на stack и гарантированно переписывали канарейку. То есть, теоретически мы могли бы переполнять через буфер какие-то другие локальные переменные, но, как я покажу далее, этого не происходит как раз, потому что компилятор не только добавляет вот эту канарейку, но он еще и реорганизует переменные таким образом, чтобы буфер гарантированно затирал канарейку. И прелесть заключается в том, что все функции, которые не проверяют размеры буфера, давно изучены, они известны. И все языки на сегодняшний день, ну или, по крайней мере, известные мне компиляторы C, они по умолчанию защищают функции, где используются небезопасные методы работы с памятью, защищают канарейкой. То есть, это делается по умолчанию. И сегодня, чтобы убрать канарейку, это нужно давать конкретную специальную инструкцию. Как я уже сказал, в видео я покажу, как выглядит канарейка. Это нужно для того, чтобы, когда вы дезацемулируете какой-то код, это, в общем-то, достаточно интересная информация. Если вы видите канарейку, вы уже гарантированно знаете, что в функции используются методы небезопасного работы с памятью. И узнавать канарейку довольно полезно и для собственного развития. Ну и бывают ситуации, когда канарейка мешает работе программы и нужно понять, почему. Ну, скорее всего, вы с этим, конечно, не столкнетесь, но мало ли. Поэтому давайте, если с теорией вы немножко сейчас разобрались, поняли, для чего нужна нам канарейка, давайте сделаем программу, которая будет подвержена атаке переполнения стека, переполнения буфера на стеке. Покажем, чем это вредно. Конечно, адрес не будем перезаписывать, перезапишем локальную переменную, локальный флаг и посмотрим, что из этого выходит. А потом уже разберемся с тем, как выглядит канарейка. Давайте, собственно, переходить к практике. Сразу скажу, что в этот раз я не стал писать программу в режиме реального времени, а сделал заготовку. И да, эта программа ужасна. Не с позиции того, что она не работает. Нет, она работает. Она ужасна и с позиции оформления, и с позиции безопасного программирования. И ошибка переполнения буфера на стеке не самая страшная, что здесь есть. Мне интересно, сколько ошибок в этой программе с позиции оформления и безопасного кодирования вы найдете. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что с этой программой не так. А я пока покажу про нашу канарейку. Собственно, вся проблема вот в этой функции, которая является небезопасной с позиции копирования буфера. И если мы передадим буфер более 16 символов, он продолжит перезаписывать локальные переменные, адрес возврата и так далее. Собственно, давайте скомпилируем эту программу и посмотрим, что получится. Компилируем, запускаем. Забыли передать пароль. Бывает. Окей, передали пароль. Доступа нет. Продолжаем увеличивать длину пароля. И получили ошибку. Вот это как раз отработала канарейка. Все дело в том, что по умолчанию компилятор подключает канарейку к функциям, в которых есть небезопасные методы. В данном случае метод копирования строки. И вот эта ошибка, это ошибка, которая выдается канарейке, потому что она там есть. Если мы сейчас специальным флагом отключим канарейку и снова скомпилируем эту программу, снова запустим. Так. И передадим короткий пароль. Все нормально. Чуть более длинный. Где же, где же. Вот. Видите, у нас доступ был разрешен, когда мы превысили 16 символов. И если мы попытаемся еще более длинную последовательность выдать, то выдаст сообщение segmentation fault. Это связано с тем, что мы уже вышли даже за границы стека. Маленькая программа, очень легко ее переполнить и уйти в другие сегменты. Окей. Собственно, мы поняли, что с выключенной защитой от переполнения буфера на стеке наша программа становится уязвимой. Давайте теперь разберемся с тем, как, собственно, выглядит канарейка. Я вот здесь открою дополнительное окошко. И здесь я создал программу, которую так и назвал канарейка. Она совершенно простая, состоит из одной функции, которая ничего не делает. Ее я скомпилирую с помощью другого ключа, который заставляет добавлять канарейку ко всем методам. И, собственно говоря, сейчас мы посмотрим... Нет, давайте в канаре. Посмотрим, как это все выглядит. Я буду использовать сегодня не общ-дамп, а фреймворк Radar2. Потому что он намного мощнее. И вы сейчас увидите, что с помощью него можно делать. Открываем. И я сразу задаю анализ самого высокого уровня, включая экспериментальные функции. Все проанализировали. И теперь мы можем без труда посмотреть, что содержится у нас в функции Main. Так как мы компилировали с символами, с большим количеством отладочной информации, то сейчас мы получили практически идеальную дезассимулированную программу. Мы сразу видим, что мало того, нам показали, где на стеке хранится канарейка. Ей дали название даже осмысленная канарейка. Вот эта часть, как вы понимаете, создана радаром для нашего удобства. Как выглядит сама канарейка? Значит, после стандартного пролога идет канарейка. Две команды установки канарейки и три команды проверки, что канарейка не изменилась. У нас 64-битная адресация, поэтому, по идее, сегментов у нас нет. Но в данном случае эта конструкция указывает на особую область в области ядра, где хранится случайно сгенерированная канарейка. То есть вот этот вот ключик защиты, он генерируется для каждого процесса отдельно. Каждый раз, когда мы запускаем программу, у нас вот по этому адресу виртуальному достигнут, достигнут, расположен ключик, который мы записываем в регистр, а потом записываем на стек, вот сюда вот. И этот ключик мы заранее не знаем. То есть это не одна и та же какая-то последовательность, она для каждого процесса генерируется отдельно. Дальше мы выполняем саму программу и снова загружаем ключик в регистры и сравниваем, то есть вот это сохраненное на стеке значение, а это то, что у нас было первоначальное значение. И когда мы сравниваем, мы, соответственно, понимаем, что если это значение было изменено, то мы переходим вот сюда, в сообщение об ошибке. Если значение, которое хранится в ядре, в пространстве ядра, оно совпадает с тем, что у нас записано было на стеке, мы уходим на адрес возврата. То есть вот этих три команды это проверка того, что канарейка не изменилась, они идут всегда в конце функции. Этих две команды это запись канарейки на стек. Теперь мы, собственно, можем проанализировать нашу программу. Перекомпилируем ее, потому что последняя версия не содержит канарейки. Запускаем радар. Также анализируем. Давайте побольше сделаем окно. Ну и здесь мы также смотрим нашу main функцию. В данном случае нам хватает отладочной информации, и мы сразу видим даже название функции, которые хотим посмотреть. Если бы речь шла о стрипнутой программе, на самом деле радар бы тоже достаточно много всего смог извлечь, но, конечно, не так подробно, как с наличием символьной информации. Так, смотрим теперь check pass. И вот выдалась наша функция. Значит, опять же, функция выдалась с достаточно большим количеством информации, собранной радаром. Здесь, опять же, весь тег стал разбит на переменные. Вот, собственно, он опять же нашел канарейку. И здесь мы уже без труда видим две команды для канарейки, потом выполнение сравнений, вот копирование строки, выполнение сравнений, и в конце опять проверка нашей канарейки. Вот три команды. Как я уже сказал, если мы видим в дезассемблированном коде канарейку, это значит, что наверняка там есть что-то небезопасное. И вот здесь мог бы не стоять реально символ копирования строки, мог стоять бы какой-то адрес, и мы бы уже могли тем самым догадаться, что здесь уже где-то есть небезопасная функция. Просто по наличию одной канарейки. И еще момент. Вот такая запись канарейки специфична только для Linux, Windows и MacOS, она будет другой. Надеюсь, по результату этого видео вам стало понятно, что многие вещи в дезассемблированном коде, они являются реализацией каких-то стандартных защит или улучшений. Это первое. Второе, что атаки на стэк, они хоть и, скажем так, возможны, но современные компиляторы по умолчанию стараются защищаться от этих атак. Хотя, конечно, есть недостатки, связанные с реализацией генерации этого случайного числа. Оно не такое уж недоступное, как может показаться. Но, тем не менее, сейчас компиляторы стараются известные ошибки закрывать автоматически. И открыть эти ошибки можно только специальными ключами. Ну и последнее. Знание, как все работает на низком уровне, понимание, как все работает, позволит вам лучше разобраться как минимум с ассемблером и лучше разобраться с работой персонального компьютера. Ну, это был канал Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.